Сегодня на нашем мероприятии, прямо сейчас, в стрим-эфире, прямо в центре Минска, из дома книги «Светоч» долгожданная презентация известного российского врача-психотерапевта, президента высшей школы методологии, научного руководителя лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка России, ведущего и создателя первых на российском телевидении ток-шоу по психологии, актора многочисленных научных работ и научно-популярных книг по психологии, сикотерапии, философии, методологии. Дамы и господа, встречайте! Адрия Ивановича Медведевна! Здравствуйте! Спасибо большое за тем, что у ребенка было. Так все организовано, чтобы в России такого происходило, невозможно. И я там в инстаграме сказал, мне там всем пишут, что родная Беларусь. Ну вот, я на самом деле вообще не ездил куда-то, и обычно не езжу. У меня достаточно между Питером и Москвой, в общем. Тут как-то в настроек ничего. Вот, да. А в Беларуси вот мне сказали, что форум, там, езжайте. А я на четверть белорус. Фамилия у меня Курпатов, по дедушке белорусу. Вот, и он здесь еще до Великой Отечественной войны отучился на учителе. Вот, потом, когда началась война, уехал в блокадный Ленинград. Стал руководить фельдшер медицинской роты, которая готовила санитары для фронта блокадного. Вот, и, в общем, много я, у меня таких светлых чувств в связи с этим. Вот, он потом закончил Ленинградскую академию, стал подполковником Ленинградской службы, защитил дизертацию. Ну и, в общем, такой у меня был дед, и я сюда ездил в детстве. В общем, в деревню он, там жил на сеновале, вот, там была корова, я помню, свинья, куры. Вот, я, в общем, осваивал, так сказать, у деда был старше, у них было 16 детей, вот, мой дед был младший, а я был еще старший. У него была басека, в общем, доставали мед, в общем, вот, поэтому, в общем, в Белоруссию я приехал, и раз приехал, то, в общем, давайте тогда и встречаться. Вот, значит, ну, можно будет задавать вопросы, я скажу просто несколько вещей, которые меня лично беспокоят, почему я, в принципе, вообще начал писать снова книжки. Я в то время зарекся, вот, потому что я небольшой любитель писать книжки, это по мне не скажешь, если вы смотрите на эти полки, вот, но я, конечно, небольшой любитель, вот, потому что, на самом деле, написать популярную книгу значительно сложнее, ну, на мой взгляд, чем написать книгу какую-то такую, посвященную какой-то узкой теме, потому что можно и сосредоточиться, все проработать, все сформулировать и так далее, вот. А когда пишешь популярную книгу, то надо как-то в голове представлять человека, который будет это читать, что он знает, что он не знает, как ему это на пальцах рассказать, все и так далее. Вот, и я в свое время, когда психотерапевтом-то работал много, я руководил оргметодотделом по психотерапии, комитет по здравоохранению в Санкт-Петербурге, в клинике Павлова работал, соответственно, руководил критичным отделением, ну, не психотерапевтом там, вот, городским психотерапевтическим центром руководил, вот, и там у меня, конечно, больных было много, я им все всегда объяснял по-русски, значит, что с ним происходит, почему такие беды с нами случаются, как эти неврозы лететь, панические атаки, тревоги, депрессии и так далее, и у меня был наработанный большой арсенал, как людям сообщить, собственно говоря, что делать. Вот, а тут, значит, я писал свои обычные заумные книжки, вот, и, может быть, кто-то слышал, такая у меня есть книжка, называется «Складка времени». Я тогда руководил, это такая компания «Красный квадрат», она, это был крупнейший на тот момент производитель телевизионного контента в России, мы производили для, в общем, основных федеральных каналов, и, в общем, много всяких разных других проектов делали, вот, «Евровидение» проводили в Москве, в общем, у нас такая была компания мощная, и я следил в течение десяти лет, как изменялось телесмотрение. Это на самом деле такой, знаете, это же такое большое социологическое исследование. Ты смотришь, какой-то продукт ты делаешь, показываешь его, и тут же тебе через, там, 10 минут говорят, значит, это они смотрят, это смотрят и так далее, и такой психологический тест, по сути дела, что люди смотрят, что не смотрят. И вот начался, конечно, такой, достаточно такой трагический тренд, вот, в снижении сложности контента. То есть, вот, чуть-чуть он становится сложнее, зритель уходит. У меня было правило, когда мне сдавали программу, ну, какой-то новый проект мы делали, я говорю, если включает зритель в любом месте программу, и сразу не понимает, о чем идет речь, вы его потеряли. И это правда. Ну, то есть, мы, по мере того, как пришел интернет, возникла возможность, собственно говоря, постоянно что-нибудь там скроллить и искать, что тебе по вкусу подходит, мы потеряли способность удерживать внимание и как-то пытаться вникнуть, что он вам рассказывает, что зачем, если можно, и там дальше что-нибудь веселое вузовом быть. Вот, да, вот, поэтому я тогда вот написал эту книжку «Складка времени», что мы с вами оказались, и я описывал феномены, которые, собственно, характеризуют наш внутренний мир сейчас. И этих феноменов выделил три. Первый, мы не вполне понимаем, кто мы такие. Ну, то есть, если вас спросить, кто вы, ну, вы, конечно, фамилии, имеете в виду по паспорту или не по паспорту вспомните, вот, но в целом рассказать про себя какой-то связанный рассказ, который был бы, знаете, как раньше когда-то вот рассказывал дед про то, как он воевал и что там происходило, это уже как-то вот уже не получается. Мы не очень понимаем. У нас есть Инстаграм, у нас есть Фейсбук там, ВКонтакте, вот мы. В эти там у всех все одинаковые. Все брут же. Вы же специально там долго прихорашиваетесь, прежде чем оказаться в Инстаграме. Вот, уж непонятно, сколько времени ничего больше занимает. Вот, подготовка к Инстаграму или просмотр Инстаграма. Все еще ходят, фотографируют. Или чего они фотографируют, я не понимаю. Вот. Да. Ну вот, да. Короче говоря, мы не вполне понимаем, кто мы. Второе, у нас нет никаких очерченных желаний. Знаете, в целом жизнь стала такая... Как бы все справится, управится там и так далее. Женихаться вообще стала просто... Вот, там, раньше все серьезно же должно было быть. Все, семья, надо, мы знакомо обсуждаем там долго. Сейчас Тиндер раз, два, три. В минуту, знаете, сколько смахиваний в Тиндере происходит? В мире. Один, три миллиона смахиваний в минуту. Вот. Да, поэтому, соответственно, наши потребности удовлетворены. Нет ощущения дефицита. Вот. А дефицит это дико важная вещь. Понимаете, вас манит что-то, когда вам этого не хватает. Когда у вас вот как бы нет того, что вам не хватает прямо вот... Знаете, голод что-то такой? Вот голод, настоящий голод, так все же сразу как-то централизуется в голове. Вот. Вот, да, я помню вот голод, я в девяносто первом году, мы были в военном лагере под Петербургом, вот, и там просто вообще не было еды, да, вот. И мы ели морковку на полях, нас еще, к счастью, вывозили на полях, мы ее там прямо чистили, и там и ели. Вот. Вот, когда есть голод, понимаешь, что надо. А помню белый хлеб нам, ну, я сейчас его, это, так далее, просто это буханый, вот, корма на пирога, там плохие хлебы, да, вот. Но вот, но был самый вкусный, да. Вот, поэтому, да, у нас сейчас жазы нет такой. Все живут непонятно, чем у нас. И третьей, третья проблема, это то, что наше мышление стало фальсифицироваться. То есть люди говорят какие-то понятия. И ты спрашиваешь, а о чем это? Ну, что ты подразумеваешь под тот термином? Я личность, например. У меня есть личное мнение. Что ты имеешь в виду? Ну, если ты какому-то мнению представил, что оно личное, сразу надо стыдиться и убегать. Ну, так же? Ну, потому что мнение должно основываться на факторах. Мнение должно основываться на интеллектуальной деятельности. А если оно просто личное, это значит, субъективное, раньше бы сказали, субъективное мнение. Ну, вообще, раньше бы даже разговаривали бы не с такими, но откинули бы сразу. Люди не понимают, они гордятся. У меня есть личное мнение. Пугает меня, понимаете? И, ну, это такой пример, может быть, контринтуитивный, но вот, потому что все считают, что у них хорошее мнение. Это ошибка. И у меня плохое, и у всех плохое. Вы не думаете, мы дефектные, у нас мозги плохие устроены. Но в целом, вот, понятия, которые мы используем, они стали, они стали внутри пустые. Мы не вполне понимаем вообще, про что мы разговариваем, что мы добиваемся. Вот, и, соответственно, я стал заниматься пропагандой остатков интеллекта. Значит, дело в том, что идет, значит, вот я завтра буду на лекции как раз на форуме приводить статую. Есть такой великий философ Даниэл Дэнетт, он неживущий. Вот, он впервые, вот, пользуясь исключительно философской аргументацией, смог доказать, что у нас с вами, что мы с вами биороботы. Вот, это, на самом деле, была сложная задача, логическая, но он ее, с ней прекрасно справился. Вот, и он говорит, нет ничего вообще предусудительного, чтобы отдать искусственному интеллекту решение кучи вопросов в самых разных. Он уже сейчас решает, у вас пробки, пробки, у вас бывают пробки? Если у вас как-то все так организовано, что нету пробок. Вот, да, но вот у нас, например, нужно обязательно, все ездят по навигатору, почему? Потому что уже без навигатора, во-первых, никто не понимает, где что находится. В Москве было событие, упал Яндекс.Карта, рухнул сервис. На день парализовало, потому что таксисты же все, и вообще люди не выезжают, потому что вызывают такси, такси не едят. Город встал, нету одного мобильного приложения. Я еще представляю, что скоро будет, когда у нас все перейдет на эту регуляцию, так таковую. Ну, бог с ним, да, и мы отдаем, значит, нашим, ну, в банке, вот я работаю в бирбанке, вот, вы там кредит, кого получаете, думаете, что люди сидят там, с головы, что, какой кредит вам дать? Нет, искусственный интеллект решает, какой вам дать, дать, не дать. У вас есть телефон, который у вас по лицу определяет? Ничего вас не смущает? А как на рекомендательные сервисы вы где-то пошли, там, что-то про египетские пирамиды посмотрели, а дальше вам туры в Египет так идут, как не подорванные? Ну, вот, не замечали таких эффектов, нет? Ну, вот, да, и мы, собственно говоря, передаем все больше и больше. Вы раньше помнили все телефоны своих родственников, друзей, знакомых, там, и так далее, да? Вот, сейчас вы свой телефон, когда вас спрашивают, вы начинаете сначала нервничать, потом берете себя в руки и вспоминаете, вот. Да, и мы передаем вот технологиям интеллектуальную функцию нашу, и чем дальше, тем больше. Вот, и воспитание детей стали передавать технологиям. Ну, это худшее из возможных употреблений, да, потому что, когда ребенку, конечно, прыгающие картинки, это тоже способно схватить его внимание и удерживать, сколько ему заблагодарствуется, такой, бебиситер стал. Ну, то, что ребенок дебилом выйдет, значит, в этот момент родители не волнуют, потому что у них есть, например, Инстаграм и Фейсбук, и они уже заняты. Вот, а так как бы отдали, и там дальше, ну, как бы, трава не расти, будущего нет. Вот, и возвращаясь к Дэну туда, он сказал, что неплохо отдавать эти технологии, какие-то вот наши интеллектуальные функции, проблемы не остаться дебилами в тот момент, когда мы сгрузим на искусственный интеллект решение интеллектуальных задач. Потому что интеллектуальный навык – это навык, вот, если его не тренировать, то, к сожалению, никакого, никакой соображаловки у вас не будет, ждать вам ее ниоткуда, она ниоткуда с неба не упадет. Это труд, а мозг вообще трудиться не очень любит, а можно так не болтать, да? Вот, да, мозг трудиться не любит, для него это вообще работа такая напряженная, тратит много энергии, нужно строить нервные связи, потому что ваша интеллектуальная деятельность – это же не просто там «вы подумали», забудьте, нет такой функции «подумали», просто нейроны связались механически, понимаете, в вашем мозгу, они пустили электричество по каким-то другим каналам, никаких других способов думать что-то другое, что вы не думали до сих пор, нет. Вот, значит, и соответственно, конечно, думать вкусно, неинтересно, тоскливо, вот, и все благополучно впадают в снижение тирктуальной функции. И вот два диагноза, значит, один под общей шапкой цифровой зависимости, значит, два диагноза, digital dimension, цифровое слабоумие и информационная чертодебильность. Вот, digital dimension – это проблема детей, которые с самого раннего детства, когда должны формироваться нейронные сети, отвечающие за потребление информации, системное завоявление главного, второстепенного, за структурирование информации и так далее, и так называемая центральная исполнительская сеть, она не формируется, потому что в голове картинки, вот это и все легко, все, дай телефон и все. Вот, и, да, соответственно, эти сети не формируются, и удерживать внимание он не может, да, сейчас рекомендуемое время ролик в ТикТоке, в самом таком мощном мобильном приложении молодежном, которое рвёт все скачивания, вот, 8 секунд. То есть, ну, вы можете и больше, но в целом, если вы хотите, чтобы это кто-то воспринял, то нужно 8. Вот, но проблема в том, что это касается и взрослых, потому что если вы посмотрите на современные сериалы, я всё-таки из телевизионного опыта, мне это близко, вот, и если вы посмотрите на современные сериалы западные, то вы увидите, что они меняют структуру. Там вообще есть специальная структура, так называемая артия, там, путь героя, там, происходят всякие события, повороты, вас удерживают внимание, там, и так далее, про это кучу книг написано. Но сейчас все эти книги благополучно убирают от подсукно, вот, потому что ситуация радикально поменялась. Люди способны удерживать и формировать в голове сюжет на 10 минут. То есть, когда вы смотрите 60-минутную часовую серию сериала, она состоит из шести самостоятельных квестов. И если нету этих шести самостоятельных квестов, то, ну, у вас зрители просто могут сказать, ну, всё, спасибо большое, что вы подзываете. Вот. То есть, дети-то ладно, понятно, почему они разрешаются, а что с мужем, с взрослыми людьми происходит. А с взрослыми людьми происходит то же самое. Значит, мы постоянно своими потребляем информацию. Я вот все время вспоминаю, как раньше стоял на... Я сегодня ехал, я ездил, замок там смотрел, оказывается, да. Вот, да. И ехал, там остановка, у вас всё очень культурно, чисто, красиво, вот. И такая аккуратная установка, это не нас, едешь, там страшно. Вот. И остановки, и всегда мужики тихо общаются. Я думаю, вот она милота. Понимаете? Вот. Потому что у нас, например, установок нету, вот. Вот. Значит, а если где-то люди остаются, то они вот... По улице страшно ходить, потому что тебя собьёт кто-то, потому что они там, ну, как эти, рекурсируют. Вот. А вы знаете, да, уже в Европе делают специальные дорожки с подсветкой? Да. Ну, в общем, всё хорошо, так сказать. И когда у вас работает центральная сеть, которая занимается как распотреблением информации, дефолт-система мозга, она является сетью-антагонистом, та, которая отвечает за мышление, она не функционирует. И если она не функционирует, то, соответственно, нейронные связи, они если не возобновляются, если они не используются ресурсно, вот, то они мельчают, слабеют, уменьшаются, и, в общем, интеллектуальный ресурс падает. Вот. Мы сейчас вот так торжественно идём к этому моменту. И дальше я это называю цивилизационным, идеальным цивилизационным штормом. Это вот будет ли достаточно, в общем, технологический прогресс для того, чтобы подхватить цивилизацию людей, когда люди уже не смогут удерживать цивилизацию. Если мы в этом перекосе пройдём, то, в общем, как-то всё неплохо будет происходить. А если пройдём, не пройдём, то будет весело. Да. Четвёртая мировая война. Вот. Ну что, я поднял настроение, я думаю, вот, очень старался, да. Поэтому теперь отвечу на вопросы. Какого есть вопроса? Вы можете... Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я основатель сервиса Алифа-Бот. Андрей, вы назвали тему интересную по технологии. Вы ввели замечательно. Спасибо большое, что вы помогаете миллионам людям во всём мире. Сложность... Это вы мне якою увеличиваете. Помогаете, спасибо. И много успешных примеров. Так вот, мне первый вопрос к присутствующим здесь. Подведу, что у каждого из нас возникает сложность определённая, в которой мы пытаемся найти, куда двигаться, как правильно двигаться. Ищем различные источники в сети, в том числе. У кого-то спрашиваем. Спрашиваем у нашего замечательного гостя. Смотрим в Инстаграм и так далее. Но бывают моменты, когда мы не можем найти информацию, не можем найти вовремя инструкцию, где-то видеоролик в интернете. Это бывает днём, ночью, утром, допустим, на работе и так далее. Поднимите, пожалуйста, други. Бывает такая сложная ситуация? Бывает ситуация сложная? Хорошо. У меня лично бывает. Вопрос в чём заключается? Что многое. Многие не подняли руку, но такая ситуация есть. Готовы ли вы, Андрей, создать своего цифрового двойника, который бы мог помочь в любое время дать людям информацию, которая нуждается в данном времени, в профессиональной информации? Спасибо большое. Ну, на самом деле, это же активно происходит. Вы все уже пользуетесь, ну, может быть, не очень активно, но пользуетесь так называемыми виртуальными помощниками. Это Siri от компании Apple, это Alexa от компании Amazon, она, кстати, самая толковая пока. Вот, если не считать китайских, потому что китайские вообще чудесные, молодцы. Виртуальные помощники. Да, значит, ну, у нас есть Алиса, вот, и так далее, и их сейчас будет появляться много. Значит, виртуальный помощник, это он сейчас просто такая выглядит, как тупая, этот, привет, Алиса, что ты тупишь? Вот, перестань обзываться. Вот, это весь разговор, который с ней можно производить. Что-то с санвуком опять, нет? Я как-то гужу. Вот, да, и, значит... Я стою вкопанной. Вот, да, значит, и, конечно, огромное количество информации сейчас собирается на каждого из вас. Более того, я вам скажу, что на каждого из вас существует многие десятки виртуальных двойников ваших, вот, где хранится информация о том, куда вы ей выходите, чего вы смотрите, что вы лайкаете, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, сейчас это в основном, вот, первый этап был связан с рекламными всеми целями и задачами, потому что, вот, реклама, которую вам показывают в интернете, это реклама, которая за доли секунды проходит торги, где ваша конкретная душа торгуется между несколькими десятками роботов, которые принимают решение, готовы они купить вас, продавая ту рекламу, которую они продают. Вот, и это постоянное такое, так сказать, режиме. Представьте, сколько вы смотрите страниц, сколько вам показывают рекламы, и какая за этим стоит машинель. Вот, да, ну, пока в компании испытывают сложности с тем, что делать с этой информацией, как ее правильно организовать, но постепенно, по мере того, как это будет передвигаться, ваш виртуальный помощник будет знать, значит, что вы собой представляете, что для вас важно, интересно, там, и так далее, и так далее, и так далее, и идеальная конструкция, ее излагает Илон Маск, вот, как говорит, что вы должны подходить к автомобилю, вот, он должен знать сам, куда вы едете. ну, он сам едет, причем, в идеальном мире Маска, вот, что, в общем, уже близко к реальности, вот, и, да, и, соответственно, виртуальные помощники, они в этом смысле будут даже предсказывать то, что нам интересно, важно, что мы собираемся, там, и так далее, вот, поэтому, значит, сейчас, вот, бигпомбетов, Тимур сделал, прекрасно, значит, презентовал технологии, их на самом деле уже очень много таких цифровых технологий, способных генерировать голос, да, вот, то есть, можно будет мою книжку взять и начитать моим голосом, с моими интонациями, вдохом, самое сложное, это интонировать и вдохи, то есть, вот, робот должен читать так, чтобы вы, ну, как, чтобы он дышал, как человек, и если он будет дышать на словах как человек, у вас будет полная иллюзия, и он, вот, сейчас презентовал Познер, Владимир Владимирович Путин, там, и прочие, значит, товарищи, роботизированные, то есть, это робот читает голосом, соответствующего, вот, у американцев там вообще эта технология наша еще чуть-чуть так ничуть не дотягивает, вот, но американские технологии просто в этом смысле очень мощные, конечно, представьте, есть база знания, о том, что вы собой представляете, дальше база знаний, что мы вообще про это все знаем, и дальше голос, выберите, хотите, Курпатов он будет, хотите, Познер, хотите, Владимир Владимирович, вот, батьку у вас здесь, можно сказать, пару раз, вот, вот, так что, в общем, но, да, поэтому, это уже не за горами, вот, скорость развития технологий, мы просто не понимаем скорости, которые происходят, вот, а они действительно фантастические, просто, если вы на секунду задумаетесь, да, вот, там, замечайшие, математические, строчные, всякие открытия, это там, ну, я не знаю, 18, 19, 20, вот, сколько людей вообще имело образование? Единец их, по сравнению, сколько жило-то людей, сколько из них имело образование? Все мои прабабки и прадеды были, ну, там, мы исключили двух, вот, были безграмотные, они не умели, ни титани, ни без сна. Понимаете, как люди? А сейчас количество людей, которые могут приложить свои мозги, пусть даже не космического масштаба, но, когда тысячи муравьев, понимаете, миллионы, миллионы, миллионы тысяч муравьев начинают что-то собирать, у них получается, муравьенник, вот, и то, что мы сейчас имеем с технологиями, мы имеем ровно такую конструкцию, это огромный, конечно, муравьев, и сейчас мы говорим только про технологии, которые связаны с, там, условно, с интернетом, да, с искусственным интеллектом, но технологии, ведь, они не ограничиваются, есть технологии, которые связаны с, самая важная тема, это наш с вами организм, да, это медицина, да, это лечение, это создание индивидуальных препаратов, восстановление диагнозов, Батсон уже ставит диагнозы онкологии, по целому ряду позиций, лучше, чем врачи, раньше выявляют заболевания, и так далее, IBM Батсон, как такой суперкопутер, вот, все это, генной инженерии, в общем, все это будет стволовые клетки, совершенно, просто, то, что мне сейчас рассказывают коллеги, которые работают в западных университетах, это, конечно, просто забораживающе, ну, то есть, возможность все, все, все воссоздавать любой орган, и так далее, и она уже, мягко говоря, не за горами, вот, поэтому, вот, огромная куча муравьев, вот, создает эту новую реальность, вот, и, да, знаете, вопрос, вот, вопрос, когда возникнет искушение, сейчас есть один безумный дядька, вот, который отдал себя на эксперимента, американец, но он сам, как бы, технолог, он себя гиблигенизирует, то есть, он постепенно отключает внешние источники, собственного восприятия, и переходит на цифровые, да, ну, условно говоря, вы видели, люди ходят в экзоскелете, это что такое? Они своим мозгом, непосредственно управляют, значит, экзоскелетом, вот, ну, также можно, собственно, есть люди, которые смотрят через камеру, соответствующие электроды, установленные в зрительную кору, зрительная кора, она тренировалась воспринимать из камеры, и, соответственно, вот, где-то в последнем ролике на ютубе, который вышел из черного зеркала, я рассказываю, там крысам вживили электроды, вот, и стали передавать информацию о пространственном месторасположении, вот, и они стали ориентироваться в лабиринте, ну, не зная, как они это делают, но делают это правильно, и так далее, вот, и, но здесь вопрос, конечно, как мы начнем глючить, вот, по мере того, как какие-то функции, потому что вот это как раз не вполне понятно, вот, мы материя тонкая, мы вообще состоим из глупостей, мы, вообще, вся наша прелесть, вот, в нашем идиотизме, вот, ну, правда, вот, если бы все было бы хорошо, правильно и идеально, вот, вы бы друг друга поубивали бы, вот, от тоски, вот, а так вам не скучно, то есть, вот, постоянно что-то происходит, вот, и люди, это существа, которые, вот, искусственный интеллект не будет совершать ошибок, он не будет предлагать глупости, и это, конечно, вот, когда мы с ним начнем жениться, так сказать, в полной, вот, и что будет ваш двойник, который не будет принимать странные решения, находя совершенно фантастические объяснения, оправдания любой проделанной глупости, просто с виртуозной, так сказать, с виртуозной мощью, вот, и что будет, когда мы, вот, это потеряем, когда мы станем умными за счет вот этих когнитивных приставок, когнитивных протезов, как их называют, вот, это вопрос, вот, поэтому двойников будут делать, но я не уверен, что они, это то, что нам нужно. Спасибо, следующий вопрос. Хотелось бы людей, чтобы нормальных продолжали делать, с этим проблемой последний. Спасибо вам большое за книжки, за лекции, которые есть на ютубе, подкасты, смотрите, по поводу книжки, например, что касается там, чертоги разума, несколько раз ее перечитав, все равно понимаешь необходимость практических занятий, да, то, что вы ни разу помнили, я был в кластере игры разума, посвятительное место, ощущение супер, но там уехать в Питер на два месяца, или там на полгода, чтобы пройти, это все сложно, поэтому... Лучше два. Вопрос такой, когда здесь может быть открыта Академия Смысла, и что для этого нужно, и пока она будет открываться, как тренировать вот эти навыки, вот это мышление в отсутствии, вот именно оффлайн такой школы? Ну, вот мы сейчас как бы допекли меня уже до печенок, но на самом деле просто Академия Смысла, это же не какой-то проект, который там был задуман, это естественно люди занимались, ну, как бы я придумал как бы механику занятия, а дальше они уже, собственно говоря, стали ее развивать, структурировать, организовывать там и так далее, и это такой вот живущий организм, по сути дела, ну, вот я уже как-то... Знаете, у Платона была Академия, у Аристотеля был Икей, у Эпикура был Сат, а у меня он и грозный. Вот, да, ну то есть это самый живущий организм, и если говорить просто про возможность, там нету никаких франшизок, не может быть, потому что это знания, которые они, его можно в оффлайне получить, занимаясь друг с другом, и соответственно, мы вот сейчас надеемся, что у вас может быть в Москве получится, там, открыть следующий, но там уже, почему? Потому что там уже, по-моему, больше 60 москвичей прошли обучение в Питере, и вот они уже там готовы, соответственно, вести группы, там, и так далее. И вот, но почему я говорю, что меня допекли, потому что, значит, мы вот сейчас будем делать первые онлайновые проекты, вот, обучение, они будут тоже с упражнениями, там, и так далее. Я вот пока не могу сказать на 100%, что вот, но мы потратили практически полгода на то, чтобы эту технологию разработать, и как-то, ну, начать, вот, по крайней мере, такой инструментарий вводить. Вот. Я думаю, что по мере того, как у нас технологии будут развиваться, ну, вот, знаете, с кожей проблем пространства не будет никакой. То есть вы просто оденете очки, и в вашем комнате будет ходить доктор Курбатов, ну, вот, вы с ним будете общаться, он нам будет это к вопросу и будет вам отвечать. Ну, вот, я не шучу, меня сейчас заснимают в одной такой конструкции, там, специально, это будет еще недостаточно интерактивное. Вот. Но, значит, там стартапы, и вот вы будете одевать очки, и в любом помещении, сразу у вас в магазине, в любой момент садитесь на диванчик, раз, расскажу все, станцую, там, вот. Да. Вот. Да. И, в общем, короче говоря, скоро, конечно, здесь же несколько ограничений, которые очень быстро преодолеваются. Например, скорость интернета, да, и скорость, вот, просчетных возможностей. 5G китайцы уже сделали, они сделали это на два года раньше, чем успели американцы, в результате американцы, китайцы, значит, стали, конкретно, компанией Huawei, которая это придумала, отворачивать все части тела, сажать в тюрьму дочку президента, и основателя Huawei, там, и так далее. Это реально такая очень мощная война, которая идет за владение технологиями, и, что такое 5G, это вот технологии, при которой скорость передачи информации становится такой, что вы перестаете замечать разницу. разница, и, то есть, интерактив будет полноценным, и воспроизводить, в общем, вокруг вас людей, вот, сейчас еще делают у людей, это очень похоже, таких, искусственных, но правильно реагирующих на все, вот, смущающихся, краснеющих, улыбающихся, подмигивающих в нужные моменты, и так далее, в общем, там, есть перспективы, вот, так, про что я рассказывал, как ты лазь, остался. Да, да, я надеюсь, что, в общем, как бы, какие-то технологии, которые, конечно, разрушит, но в конечном итоге вы здесь собрались из-за инстаграма, ютуба, с которым я борюсь, давайте посмотрим правде в глаза, правильно? Вот, значит, ну, то есть, любое, любое оружие можно использовать во благо, вот, и, в целом, когда технологии нам позволят, мы, конечно, ну, то есть, даже не нужно будет, так сказать, открывать, можно будет виртуально, соответственно, в конечном итоге, ну, я всегда, меня обвиняют в том, что я не люблю технологии и ругаюсь на них. Я ругаюсь страшно, я здесь очень культурно, потому что у вас очень строго, собственно, не представляю, а я ругаюсь, что вообще, вы даже не представляете, ну, вот, но я понимаю, что в них огромный ресурс, если просто в них правильно вложить, просто проблема, что вкладывают, соответственно, компании, которые нуждаются в большом финансовом отклике, и они вкладывают, соответственно, в ширпотреб, ширпотреб, ну, то есть, вот, вкладывается во что, во что способны вовлечь огромное количество людей, ни во что сложное, и так далее, вы большое количество людей никогда не вовлечете, ну, потому что, ну, потому что, вот, ответ будет такой, потому что, вот, и, да, и, сейчас пока технологии используются, ну, просто на убийство, ну, вот, тикток, например, классический способ убийства подростковых мозгов, вот, он такой, с оттягом, но, зато массовый, побеждающий, ну, вот, пока мы находимся в конструкции, но по мере того, как эти компании захватят мир, они его уже скоро захватят, совсем чуть-чуть осталось, вот, вот, когда это все произойдет, они дальше будут создавать какие-то локальные вещи, для того, чтобы, им же надо, чтобы кто-то смотрели сериал «Мир дикого запада», да, вот, значит, там есть место, где богатые развлекаются, значит, с роботами, антропоморфными, значит, ведут себя как попало, вот, но там еще под всем этим есть много этажей, где сидят люди и чинят, вот, то, что они наворотили, вот, этих людей тоже надо будет как-то воспроизводить, да, вот, поэтому в какой-то момент, конечно, озабоченность, как сохранять интеллект у людей, она возникнет, технологии в этой части тоже будут способствовать, ну, вот, а мы опережаем время, пытаемся сделать это, значит, нашими ресурсами, вот, поэтому сейчас будет, я думаю, в ноябре у вас, в ноябре, в декабрь, в ноябре, в декабрь будет уже первый онлайн-курс красной таблетки, но это не Академия Смысла, но это, как бы, зато с упражнениями, заданиями, там, и так далее, мы планируем еще развивать. Спасибо огромное за ваш ответ, я тут ушла немножко в массу, потому что тут есть ряд желающих задать вопросы. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотела сказать, что спасибо, что вы есть, и спасибо, что вы здесь, потом хотела бы извиниться за то, что мой вопрос будет не по теме данной книги, которую вы сегодня, но по вашей книге про бессонницы. Вопрос такой, моей девочке, ребенку, 2-4 года, по всем характеристикам у нее ночные кошмары. Вы рекомендуете в своей книге, что нужно обратиться к врачу. Я хотела бы спросить, первое, к какому именно врачу? Второе, как я ей могу помочь в процессе ее ночных кошмаров? Она садится на колени в первой половине, в первой половине сна, 10-15 минут она плачет, кричит, она меня не слышит, не видит, но вот как я ей могу помочь именно в этом моменте? Ну и третий вопрос, какие последствия? То есть, насколько они, ну как бы плохо влияют, но на нее, и влияют ли они вообще как-то на нее, ну вот как бы мне ей помочь? Ну, я не специалист в детской неврологии, но, значит, вам нужен детский невролог, да, вот, и судя по всему, это состояние вот разновидности лунатизма, вот, то есть, она не просто ей снятся кошмары, она еще совершает какие-то движения и прочую деятельность, вот, и эта разновидность лунатизма, он пока не, насколько я знаю, не знаю, что толком делать, но, вот, но они в принципе могут предложить какие-то препараты, которые просто снизят интенсивность мозговой активности на ночной период, и она может быть войдет в это состояние и стабилизируется. Знаете, сейчас мозг вообще формируется, никогда не бойтесь детских неврологических штук, они способны все перерастать и все при правильном дальнейшем воспитании, там, режиме, там, и так далее, и так далее, все это управляется, вот, ну, детские мозги, это, в заготовках жорстовом воздухе, совсем, еще мало чего есть, ну, вот, поэтому вы не переживайте, главное, сами, потому что, когда мать начинает тревожиться, она ребенку подсылает слишком много сигналов, он в кровати вообще, может, сбежит из нее, вот, поэтому вам главное успокоиться, самой, значит, понимать, что это временный период, консультироваться с детским невропатологом, вот, ну, и, как бы, понимать, что вам это надо просто перерасти, вот, и, ну, сон в любом случае это последствия нашего дня, вот, поэтому, возможно, в дне нужно просто увеличить какие-то периоды, где ребенок чувствует себя более, там, спокойно, более защищенно, там, еще что-то, вот, может, рано начали вы включить или еще что-нибудь, ну, как бы, перегрузку, с которой он пока не справляется, да нет, что-то. спасибо огромное, у нас еще один есть вопрос. Добрый вечер, меня зовут Юля, во-первых, хотелось сказать, что ваши книги великолепны, я их начала читать, что до того, как они стали красными, между прочим, да, и все ваши видео в инстаграм, они попадают как-то в меня, ну, то есть, я верю тому, что вы говорите, хотя человек довольно сомневающийся, и, ну, такой, со скепсисом, относящийся ко многому, так вот, вопрос, немножко может быть не поэтому, как попасть в боль публики, и как объяснить людям, что им нужно что-то новое, ну, например, я произвожу продукт, как ним объяснить, повлиять, может быть, что, чтобы их заинтересовать, вы можете на такое ответить, просто не знаю, ваша тема. Да, ну, значит, то, что вы спрашиваете, то, это то, что вот относится к понятию современному стори-тейлингу, значит, людям надо правильно рассказать историю, для того, чтобы они в этой истории смогли увидеть себя, для того, чтобы эта история могла им открыть какие-то перспективы, чего они не видят, вот, эта история всегда должна быть основана на том, что они уже знают, но при этом давать что-то дополнительно к тому, что они уже знают, вот, мы вообще, когда я говорю, что мы мыслим примитивно, я могу по этому поводу говорить сутками напролет, вот, и одна из примитивностей состоит в том, что мы не можем транслировать друг другу смысл, то есть, когда мы друг другу что-то говорим, нам только кажется, что мы передаем какой-то смысл, на самом деле мы, так сказать, сыпем словами, которые мозг напротив пытается встроить в какие-то свои уже существующие в нем схемы, и единственный способ передачи смысла, это метафоры, какие-то вот аналогии, когда вы что-то с чем-то сравниваете, и у человека уже есть вот ощущение того, что там такой смысл, да, и вы этот смысл как бы прилаживаете, прикладываете, привострякиваете, вот, в какой-то другой содержательной сфере, вот, и, да, значит, и поэтому, если вы хотите, чтобы человек вовлекся, да, он должен увидеть смысл, построенный на истории, которую вы ему рассказываете, вот, я, на самом деле, просто если говорить про, во что я попадаю, значит, у меня в этом смысле, я никогда не гнался специально за, там, аудиторией, за еще что-то, вот, и поэтому у меня она очень хорошая, вот, у меня, наверное, конечно, бывает, что-то там напишут, в комментариях, вот, ну, я спокойно реагирую, вот, я в психиатрической больнице, знаете, не всегда работаю, не думали меня напугать, вот, да, значит, ну, если серьезно, то, да, у меня просто, ну, я вообще считаю, что это правильно, да, нужно транслировать то, чтобы люди, для которых важно то, что важно для тебя, ну, они просто к этому, ну, синхронистичность, чтобы возникало, просто потому, что у вас есть общее понимание того, что, там, важно, ценно, нужно, там, и так далее. У нас с этой стороны еще несколько вопросов, молодой человек даже плакат нарисовал, чтобы ему микрофон передать. Здравствуйте. Это у нас портрет с президентом так делают. Да, 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 в общем, я очень рад вас видеть, хочу вам передать небольшой сувенир, в том числе, этот и плакат, сделанный из портрета президента. Я чувствую здесь, как я пошла в контрреволюцию, так? Ну, никакой контрреволюции, всего лишь архаизация. Вот, как вы думаете, ведь в нашем мозге довольно много защитных механизмов, может быть, от всех этих ужасов нового времени нас спасут эти естественные защитные механизмы, и люди спрячутся в архаике от каких-то избыточных информационных стрессов? Ну, дело в том, что я к архаике отношусь ужасно плохо, потому что они там людей режут, демонам поклоняются, я не знаю, как Галиматию сейчас занимаются, ну, то есть, вообще архаики, это у нас такое представление, я вот все время в пример привожу, мне очень нравится, просто, знаете, вот 300 спартанцев, такой великий миф, герои, значит, стоят 300 спартанцев, защищают, значит, там идет этот, персидский, значит, тиран-деспот, 300 спартанцев героически, за то, что там было, по-моему, то ли 6, то ли 14, еще тысяч солдат, которые просто, у этих спартанцев были рабами на подходе, вот, они их вообще просто, за чем ни про них думать, они не люди, вот, вот, что такое архаика, вот, и вся архаика такая, она дико примитивная, она опасная, вот, мы когда погружаемся в битву экстрасенсов, вас показывают? это архаика, вот, то, что ее делают люди, которые, так сказать, квадрат, нет, вот, но я знаю, те, кто делает, вот, и, ну, как бы, показывают сказки, театрализованные действия, постановки, в свое время была такая программа «Окна», с Дмитрием Нагиевым, я всегда помню, вот, сейчас это ее заменила, значит, битва экстрасенсов, примерно, с тем же успехом, вот, и это и есть архаика, вот, не надо мистифицировать, значит, мы очень долго выходили из примитивности, из тупизма, вот, мы вот, как бы, этот вот, Кант написал про, что наступает просвещение, да, и он что написал, что наступает просвещение, это мы, как бы, вышли, человек вышел из детства, это пишет Кант, это, в общем, как вы понимаете, сколько там, 207-3 лет, да, я ничего не буду, 200, я плохо считаю, ну, вот, да, в общем, 200 с чем-то, и он про это пишет, и у нас с вами благополучно, так сказать, мы вышли из детства, 200 лет назад, если вы сейчас посмотрите на взрослых людей, которые перманентно играют, в компьютерные игры, вот, носят, у вас все прилично одеты, но обычно носят такие кеды, расцветка, значит, у меня дальтоник, разбился головой о кед, вот, ну, это, это что такое, это детский сад, ну, вот, то есть, ходят с игрушкой, вот, взрослые люди, значит, в кедах, 60 лет, а у него, ну, это детство наступило, вот, и мы входим в эту абсолютную инфантильность, вот, которая, собственно говоря, развивается, и я как раз боюсь, что мы вот, когда началась эта классическая эпоха, собственно говоря, которая, ну, она, строго говоря, началась там со Спинозы, да, с Декарта, там, и так далее, но просто тогда это совсем не было массово, ну, вот, но это хоть как-то вошло в культуру, к временам, там, Канта и Гегеля, условно говоря, что-то его, ну, вот, а дальше, ну, вот, собственно, наша взрослость и заканчивается, мы снова впадаем в детство, вот, поэтому архаика, это все-таки детство, и мы не спасемся там. Вы совершенно правы, но я не знаю, 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 что я не знаю, что конкретно там вас ожидает презент, вот, по кусочке кусок белорусской архаики, вот, я уже боюсь откровать. А, для научно-юзычка. Я посмотрю обязательно, но я, может быть, я не до конца хорошо понимаю, мы не в одном сейчас контексте находимся из-за разговора, но в целом я просто считаю, что наша задача – это научиться максимально сложному мышлению. Ну, вообще, что такое мозг? Мозг – это машинка, которая создает карты реальности. Вот, мы же ничего не видим, ничего не слышим. это все одна сплошная галлюцинация, создаваемая нашим мозгом на основе очень ограниченного количества раздражителей. Ну, то есть, мы получаем механические раздражители, электрохимические раздражители, ну, и черт, ну, какую-то полную ерунду, понимаете, и из нее мы способны создать мир. Он умеет создавать реальность, в которой мы способны функционировать. И можно создавать эти карты, как математика, например, да, она создает карты, после которых вы можете, пользуясь этими картами, вообще совершать совершенно фантастические вещи, казалось бы, там какие-то цифры, понимаете, непонятные, да, черт, какие-то курустики, кунулики, крестики, черт в ступе, а потом можно рассчитать, понимаете, и сделать, что космический корабль летит, понимаете, не падает. Ну, вот это же как-то же, да, это же надо же понимать, как такое происходит. Вот, мы способны создавать сложные модели реальности. и сейчас просто наша реальность становится, из-за того, что мы начинаем соседствовать с технологиями, она становится очень сложной. И вот нужны сейчас мозги, которые способны вот эти модели, максимально сложные, создавать. Вот, и я вот хочу, чтобы мы еще, если возможно, сколько-то пролетели на прогрессе, вот, чтобы мы на нем еще как-то, какую-то, какую-то часть дороги успели пройти. Вот, но я как бы изучу там, поэтому... Спасибо большое, еще вопрос. Добрый вечер. Я вот уже с работой, это уже... Меня зовут Татьяна, я уже заочно по возможности обучаюсь в вашей академии, по оружию, свои действия, и с ним приходится нанимать людей. И большинство из них действительно близки с тем, ясно, которые вы говорите. Каким образом, немножко не прибегая к тестированию, типам личности, определить, таких работников стоит взять на работу, чтобы они осознанно, и, так сказать, прилагая все свои мысленные способности, могли хорошо работать? Значит, я предложу конкретную вещь очень. Вы можете сделать какой-то текстовый материал, который описывает какой-то фрагмент вашей деятельности, и дальше работнику вы его предоставляете, он должен его прочитать, и потом ответить на вопросы, про что там идет речь. Желательно не убирать у него текст, потому что он точно не справится, но если он, имея перед глазами текст с информацией, будет способен ее переструктурировать, чтобы ответить на нее на вопрос, но вы в целом имеете сотрудника, с которым можно содержательно разговаривать. Проблема состоит в том, что вы когда разговариваете с человеком, они же все нормально отвечают. Ну, то есть, это вот как... А потом приходишь к работе, да, и понимаешь, что они вообще вроде не алё. Ну, вот, поэтому создайте какой-то там отчет, условно говоря, по какой-то вашей деятельности, по структуре, по взаимодействию с подрядчиками, там, я не знаю, по характеристикам клиента вашего и так далее. Задайте там пять вопросов. Сохранили, дайте ему то и другое. Если он способен отсюда перенести сюда переструктурированный, вы будете с ним работать с тобой. Спасибо. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Меня зовут Марина. Я открыла вас в апреле месяце. В ютубе, да. Вот таким образом. В плане того, что у меня произошел, на самом деле, взрыв мозга, когда я вдруг, ну, прочитав ваши книги, я, ну, первую троицу поняла, что я рефлектор. Поздравляю вас! Мир вообще все стало по-другому и коммуникация с людьми. Так вот, у вас есть великолепный проект в интернете, который называется Троица со Сбербанком, где можно определить свой нейро-биологический вид мышления. Да, тип, да. Вид. Вот. И, естественно, вы получите какие-то определенные рекомендации, но он открыт только для граждан России. Сейчас вот буквально неделя еще. Буквально еще неделя. Спасибо. Я очень тороплю их. Но там много конструкторов, а, знаете, они как начинают что-то детализировать, там нужно что-то с Галёвым возвращать, а здесь мы тут вообще пытаемся сделать трубой. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас огромное количество потрясающих книг. Что-то из этого я уже прочла. Мне казалось, что немалую часть я смотрю на весь ассортимент и понимаю, что это может быть только десятая часть. Хотела бы у вас спросить, какую книгу вы можете порекомендовать абсолютно каждому? Вот мастхэп обязательный для прочтения. Ну, честно говоря, я не могу такого сказать. То, что они все посвящены чему-то. Ну, то есть у них у каждого есть. Если говорить просто про психотерапевтические книги, там есть, условно, база счастлив по собственному желанию и дальше есть набор книжек разных, которые разные аспекты описывают этого дела. Ну, вот из них самый, может быть, такой, как бы общий являются законы мозга, там описываются, собственно говоря, базовые нейрофизиологические механизмы, которые определяют наше поведение. Вот. Ну, и там, условно говоря, там самые дорогие иллюзии, тоже никому не убить иллюзию, она сейчас называется, они тоже никому не повредили, потому что они есть у всех, и они всем портят жизнь. Вот. Если говорить про Сирию Академия Смысла, то в ней я просто так получилось, что они стали вот по этой красной таблетке заниматься, и стало понятно, что им не хватает, поэтому я стал писать «Чертоги разума». Когда я стал писать «Чертоги разума», и они стали заниматься по «Чертогам разума», стало понятно, что они не понимают, что им, значит, надо встроиться писать. Вот. И, соответственно, я вот этот пул сделал, и это последовательные книжки. Вот. И... Но сейчас вот выйдет книга в конце ноября, называется «Красная таблетка-2». Вот. Она будет, по-своему, вся правда об успехе. Вот. Там я рассказываю про успешный успех, про успешных людей, про всю эту клейматью. Это такой анти-Тони Робинс. Вот. С такой просто... Вот. Но, как бы, я рассказываю, собственно говоря, какие... Ну, вот, поэтому... То есть, вот, тут все-таки какая-то последовательность. Хотя, они все написаны самостоятельно. То есть, можно просто прочитать троицу, да, и понять, что ты рефлектор, и жизнь твоя станет ярче. Вот. Поэтому, ну, вот такой ответ. Плохой, но какой есть. Ага. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже вас хочу поблагодарить, потому что я с вами с тех пор, как вы появились на телевидении, я уже от вас не отстаю. Вот. Я хотела бы спросить. Вы говорите о том, что психотерапия, психология сейчас в кризисе находится. Вот в связи с этими всеми информационными технологиями Четвертой мировой войной, вообще психотерапия может исчезнуть? Психология. А люди просто перестанут нуждаться в этом. Нет, вот как раз ботов сделают, вот, которые будут уже сейчас рекорд разговора человека и бота не инициированный, а просто естественный. Составляет 25 часов. То есть вот этот вот виртуальный помощник китайский способен Нао Мао смешное название, такое милое. Вот. Он просто болталка. И вот он способен разговаривать с людьми, поддерживать диалог на протяжении очень длительного времени, в общем, вовлекая и так далее. Вот. И есть стартапы, которые технологизируют и процесс выдачи рекомендаций, советов там и так далее. Вот. Плюс вот весь этот Мэйфлоне скоро можно будет тоже перенести, будете одевать очки и оказывается будет как будто вы сидите на Гималаях там и все запоют вокруг вас будут ходить там махать этими пахалами и вы так будете в ваш душа будет вноситься в нирвану и в общем-то в общем-то все будет нормально. Вот. Поэтому конечно технологические решения и просто очень дорогой специалист вообще ну вот я все время говорил, что всех поменяют психиатры вот не было немца был просто дебилом. Вот. Первый к замене психиатров. То есть вот сейчас за счет того, что мы понимаем все паттерны, какие в мозгу возникают при психических расстройствах, раньше все время говорили психиатрам, говорят, а вы на каком основании его там фиатрам схлопили. Те говорят, ну у нас долгий клинический опыт, мы на это много смотрели и мы знаем, что это оно. Ну вот, это вы все врете и знаете, ну мучаете хороших людей. У них такие красивые везения, вы их тут все таблетки не пичкаете. Вот. Да, значит, а сейчас мы имели нейрофизиологические коррелеты, которые просто видны с помощью функциональной магнитной резонциальной томографии. Сейчас искусственный интеллект научится все это обрабатывать и соответствующие уже проекты реализуются, когда берутся огромные базы данных по пациентам с разными состояниями и просто будут класть в машину, фотографировать и говорить, у вас что-то не у вас не как депрессивный психоз, у вас там то-сё-пятый десятый и вот ваша конкретная пилюля, получите ее и все драконы умрут. Вот. Да, поэтому, а что я рассказываю? Да, вот, психиатры, да, психиатры, вот, это вот, а психологов вот заменят эти разболталки распрекрасные. И что, киштай, когнитивная психология, это совершенно естественно? Боюсь, что да, уже сейчас просто, там, то, ну, там, надо понимать, какая бизнес-модель у Арона Бека и его дочки, ну, чтобы понять, что уже больше нет отменительной поведенческой психотерапии, ну, то есть, столпы этой психотерапии не способны структурировать эту деятельность, потому что, чтобы она была системной и, ну, как развивающейся какой-то индустрией. Ну, вот, конечно, мы идем к общей такой инфантилизации. Ну, господи, слушайте, люди сидят в инстагаре. Ну, 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 как бы... Передайте привет. Спасибо большое. У нас еще один вопрос. Вы говорите, что люди не знают, чего хотят, из них нет желания. А есть адекватный способ создавать вот этот голод, чтобы не деградировать окончательно? Ну, вот я как раз попытался там разными путями сформулировать вот это в новой книжке «Вся правда об успехе», вот, потому что это, конечно, ну, из лайфхаков, вот, их там несколько ресурсов, вот, но вот один, мне кажется, просто очень важный. Мы с вами разучились смотреть в будущее. Вот, я раньше знал свое будущее до смерти. Ну, то есть, я даже знал кладбище, на которое меня положили. Ну, вот так у нас воспитывали. Нам говорили, вот это все, это десятый, там, так далее. Вот. Пойдешь туда, выучишься это, будешь работать здесь, потом вот это все, потом вот здесь пенсия, потом это, потом вот здесь последний путь. В общем, все было как-то очень, да же, было же, все понятно. Обращаюсь к тем, кто помнит эти милые времена. Вот, да, сейчас мы ни у кого нету этого будущего, вот, потому что, ну, и действительно не понимаем, каким оно будет, вот, во-вторых, мы не хотим в него смотреть, потому что мы, если мы начинаем в него смотреть, нам становится как-то неловко за бесцельно прожитые годы, и я вот как раз предлагаю в него посмотреть, вот, я предлагаю просто понять, что будет происходить с вашей жизнью через 10 лет, например, ну вот, взять, например, Четвертую мировую войну, книжку, прочитать ее, и попытаться понять, что с вами будет через 10 лет в этом новом дивном мире, вот, и когда вы вот на это посмотрите и сможете себе это будущее нарисовать, вам будет конкретное количество лет, вы будете находиться в конкретном, каком-то, историческом контексте, вот, с соответствующими технологиями изменениями структуры жизни, и вот, когда вы начинаете на это смотреть, то, как-то расслабляться в настоящем становится, ну, вот, я думаю, что в моем случае значительную часть занимает то, что я просто понимаю, куда все летит с какой скоростью и я просто, я не понимаю, как можно там сидеть спокойно, и как бы, но с другой стороны, помните, это была моя греческая, Кассандра, вот, и она, ей Аполлон дал, или Аполлон ее наказал, там сложная была история, короче говоря, дар пророчества дали, но все, что она начала говорить, ей говорили, типа, дура-дурой, никто не верил, вот, такая была история, и вот она сидит, ревет, вот, Трое еще празднует, так сказать, свою победу, вот, а она уже, знаете, что скоро Трое немножко будет, так сказать, пахнуть жарем, вот, да, поэтому, ну, вот, просто если преодолеть комплекс Кассандры и, наконец, начать верить в то, что, куда мы движемся, то мне кажется, что, в общем, как бы, от плача можно перейти к какому-то осмысленному действию. Спасибо большое, у нас еще один вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ольга, и мой вопрос, как вы относитесь к методу системных расстановок по Хеллингру, и вот то, что происходит на расстановках, это работа мозга, сознание, может, чего-то еще? Ну, я прямо скажу, что я отношусь скептически, вот, это такая игровая механика, вот, работают, по сути дела, с воображением, вот, я сам присутствовал на одной из первых расстановок, потому что он, пока не был популярен, ездил по психиатрическим больницам и демонстрировал свои, значит, свои чудо-методы. В общем, мы дико ржали, так надо, просто, я вам даже не передать. Вот, да, мы ушли, хихикая, просто со страшной силой, потом выяснили, что просто, это, эта чума на оба наших дома скоро упадет, и там люди будут расставляться просто со страшной силой. Вот, ну, то есть, не, в самой механике там нету ничего такого, как бы, дерматичного и, там, страшного, опасного и так далее, и действительно можно повоображать себе все эти связи родственные, какие-то, какие-то эти, что там за вами стоят, роды, травмы всех, значит, поколений и так далее, ну, это, все с точки зрения науки несерьезно, вот, и если, в общем, это аккуратно делается, ну, как бы, как спектакль, была такая психодрама в своем, я как Марино делал, вот, он был, конечно, такой, он читал это, в смысле, психотерапевт, вот, и у него это, ну, на мой взгляд, было как-то более осмысленное, и, ну, не врали людям про то, то, что им грезится, это правда, вот, то, что грезится, как там в пословице, если кажется, грезится надо, вот, примерно тот же способ, ну, вот, мы с вами собственную жизнь не помним, она полна ложных воспоминаний, вот, вы сейчас, когда встречаете каких-нибудь своих людей, если вам лет 20 прошло после института, вы приходите с людьми, встречаетесь, вы долго соображаете, кто это все вообще, вы с ними, так сказать, пили, гуляли и мечтали о будущем, понимаете, сейчас смотрите на них и говорят, боже, господи, как же звали-то, вот, поэтому, конечно, это, в своей жизни не помню, какие там, как это, помнить, что там было в прошлом, спасибо большое за ответ, у нас еще есть вопросы от молодого поколения, спасибо, такое высокое молодое поколение, я думал, сейчас как-нибудь ребенку дадут, да, здравствуйте, возвышается на все они, большое спасибо, что вы делаете, сложилась такая ситуация, что сейчас учусь в университете, как-то архитектурном, и есть возможность уехать в Америку, после вашего черного зеркала про батарейку, очень захотелось, но для того, чтобы накопить деньги, для качественного переезда, нужно поработать, так сложилось, на заводе, с людьми, которые, мягко говоря, не читали книги последние, наверное, полгода, и... Так, вот, наш завод, с полгода назад читали, можно сказать, по знакомству, и самой Америке придется сначала продавать руками, вопрос такой, стоит ли год, полтора, ну, тратить на физический труд, при этом не имея нужного времени для, можно сказать, развив... Я примерно понял вопрос, значит, я, во-первых, не сторонник эмиграции, значит, я считаю, что где родился, там и пригодился, мы сейчас, в принципе, находимся во времени, где, ну, просто на самом деле, попадая за границу, вы, по большому счету, в общем, начинаете путь очень рискованный, и вы всегда будете там, как бы, вы будете чувствовать свою вторичность, потому что это другая культура, другая ментальность, другой смысл слов, понимаете, это вообще очень сложная вещь, я просто столько наличил людей, которые, в общем, даже в молодом возрасте, в подростковом, переезжая туда, в общем, как бы, не справились, вот, туда можно ехать, если вы здесь сделали что-то, что там тоже нужно, вот, то есть, условно говоря, если вы способны здесь сделать технологию, которая будет там востребована, вы можете ехать, но вы будете представителем себя здесь, там, вот, а в противном случае вам придется перелицеваться в ту культуру, в ту систему, там, и так далее, и она отнюдь не так радужна, ну, то есть, понятно, что где мы живем, нам все не нравится, вот, я готов поддержать это, вот, просто когда вы переезжаете в другое место, вы узнаете массу такого, про что вы вообще, в принципе, не могли думать, ну, то есть, условно говоря, там, вас, машина сбивает, вот, и вы на день оказываетесь в больнице, вот, через этот же день вас отпустят, вот, потому что решат, что, в общем, лангеты нам хватит, вот, но вы потом, когда получите счет, вы поймете, что год вы будете работать просто для того, чтобы закрыть эту, как бы, нечаянное событие, вы просто так не можете представить, находясь в России или в Белоруссии, вот, потому что, ну, так это, ну, все, совсем другая история, это просто не представить, вы не представили, как бы, это образование, это совсем другое образование, это не то, что наше образование, и вероятность того, что вы сможете в этом образовании встроиться и выучиться, но тоже вопрос, вот, это моя позиция, вот, и мне просто кажется, что вот эта вот идея, что вы куда-то уедете и там что-то будет по-другому, ну, вот, но там просто, если узнать, сколько там всего, проблемы, сложности, понимаете, это как в советское время были диссиденты, вот, и они, значит, ругали, значит, там, советскую власть и правильно делали, ну, как бы я согласен с каждым пунктом, но когда они приезжали туда и начинали ругать там, вот, и тоже правильно делали, понимаете, потому что и там тоже, ну, то есть, вот, не надо находиться в иллюзии, что где-то есть место, которое сделает вас счастливыми, вас счастливыми сделает то, что вы способны произвести что-то, что будет востребовано другими людьми, если это другие люди в вашей стране находятся, замечательно. Если они находятся в другой стране, еще, ну, просто как бы супер. Но в этом основа. Понимаете? А не в том, что вы куда-то переехали или что-то на заводе кто-то мало книжек читал. Спасибо огромное за ответ. У нас с этой стороны еще один вопросик, и потом мы передадим эстафету уже на другую сторону. Здравствуйте. Ввиду того, что недавно был вопрос по поводу будущего, как узнать свое будущее, мы не знаем, что там будет. Как вы посоветуете воспитывать детей? Что сейчас вкладывается в голову? Если раньше, понятно, была школа, институт и тому подобное, то что сейчас развивать? То есть, ну, порядка, какие-то личностные навыки, что-то такое. Как ориентировать ребенка? Особенно, когда все бабушки говорят, как это так? Как это он в вуз не пойдет? То есть, прям трагедия такая семейная, и надо всем доказывать, что это не главное. Но как ориентироваться? Ну, у меня есть книжка «Счастливый ребенок». Там я, в общем, достаточно, мне кажется, подробно объясняю, что я жду вообще, что я, в принципе, жду, что я считаю важным для родителей, потому что если вы этому следуете, то потом ребенок точно как-то сорганизуется сам. А не в любом случае сами сорганизуются, просто в одном случае чуть-чуть получше, а в другом случае как придется. Поэтому, да, это первое. Если говорить просто про что важно, значит, я считаю, что сейчас важно несколько вещей. Во-первых, это цифровая гигиена, это вот, как бы, сколько можно находиться вообще без гаджетов, нужно находиться без экранов, просто для того, чтобы мозги успели сформировать необходимые нейронные связи в процессе формирования. Вторая важная вещь, это, значит, социальное взаимодействие. Значит, к сожалению, ну, как бы, раньше дети жили в... Ну, мы все время были в каких-то стаях. Ну, вот, маленькие обезьянки, значит, сбивались в стаи. Они были во дворе, там, в... на дачах каких-то деревнях, там, я не знаю, пионерных отрядов, там, какие-то, что-то это у кого-то, какие-то... Я в Белоруссии был... Я был в 86-м году, вот, приехал с пионерским своим, значит, отрядом, вот, по всем, как бы, патриотическим местам мы ездили. Вот, экскурсии. Ну, это же ехали на поезде. Я помню, как мы кому-то уступили, значит, вместо в автобусе, ну, скажите, что же вы такие? Мы говорим, мы из Ленинграда. Мы говорим, Ленинград. Это я помню. Странное воспоминание. Вот. Да, ну, в общем, короче говоря, да, у нас было... Да, и мы все время жили в социальных группах. У нас там все решалось. Ну, вот, сейчас дети, они в социальных группах очень мало функционируют. А, значит, именно социальность является основой формирования дефолт-системы мозга, которая отвечает на... Мы раньше жили в больших семьях. Вот. Сейчас все пытаются быстрее там от всех разъехаться. Это тоже стаи. Знаете, эти все бабушки, дедушки, кто там, что там, все это надо считать, думать там, и так далее. Бесконечная работа для мозга, молодого. Очень важная. Ну, вот, поэтому вторая вещь, это создавать конструкции, при которых дети оказываются в каких-то социальных группах, где они должны сами заниматься выстраиванием отношений, как бы борьбой за свое место под солнцем, так сказать, в создании коалиций, и так далее, и так далее. То есть вот такая социальность полноценная. Вот. И третье, с точки зрения обучения, это фундаментальные знания. Значит, вот это... Это вот такое естественно-научное видение мира. Вот. Все может поменяться, вот. Но естественно-научное видение мира, оно не поменяется. То есть вот условно говоря, там, что мы из атомов, понимаете, что такое математика, что такое химия, вот. Физика. Ну, вот ключевые дисциплины, чем лучше их ребенок понимает, в эти веки, замечательные психологи, он говорит о мышлении на кончике пальцев. Значит, почему? Потому что вот это единственная правда. Вы когда касаетесь, вы помните такое, ущипни меня, да? Вот. Реальность, она вот в этом все. Все остальное может видеться, слышаться, там, галлюцинироваться, там, да, а это вот настоящее. И вот с точки зрения наших знаний, вообще моделей знаний о мире, знания фундаментальные, там, физические, биологические, химические, математические. Вот, как бы, это то, что обязательно должно быть в мозгах ребенка просто пропечатано. И тогда при социальности и отсутствии цифровой зависимости, он справится, точно будет впереди, там, основной массы. Спасибо. Добрый вечер. Андрей Владимирович, тут все говорят, кто, когда, с кем, с вами. Я с первого канала с вами. Вопрос будет про отношения, мотивацию, вот смесь такая вот будет. Значит, вы в лекциях все говорите, что ради самок павлины распускают хвосты, значит, мужчины вспоминают лишние, там, пару тысяч слов, вот, и вопрос такой. 95. Вот. Вопрос такой. Послушал лекцию «Не знаю, чего хочу». Очень про бомжа меня, например, прям смотивировал, стал задуматься. Но вот вопрос такой, может быть, если создашь семью, мотивация, опять сказать, дополнительная. Вот, потому что, например, Воррен Баффер, самый богатый человек планеты, он в 22 женился. Вот. но с другой стороны, ты смотришь на вот эти вот все семьи, которые, ну, вокруг там, мужчины набирают 10 килограмм, женщины теряют шар, и разводов много. И вот, в общем, где тут баланс непонятный. Есть еще один вопрос? Ну, я не думаю, что вообще жениться нужно для того, чтобы найти мотивацию. Вот. вот, жениться, замуж выходить нужно, если вы действительно нашли человека, который будет вас давать вам ощущение, что вы не одинокий, с которым у вас будет общий что-то важное, что вы вместе делаете, потому что если у вас нет общего дела, вы никуда не уйдете, вы, конечно, только все развалится. Вот. И который будет готов вас понимать, вы будете готовы его понимать, потому что все мы сложные и отвратительные, и жить с нами невозможно. Вот. Поэтому, если вдруг найдется человек, который готов, так сказать, это по-настоящему принимать, вот туда берите, просто не важно, чем, прям, хватайте и вытащите куда-то вот этот поволок. А для каких-то целей это как с ребенком. Знаете, нельзя заводить ребенка для того, чтобы он выплатил ваши мечты, или заводить ребенка, потому что надо заводить ребенка, или еще что-то. Вот. После того, как у вас появился ребенок, вы просто должны служить этому делу. не за какими-то другими задачами, а просто потому что. Вот. И поэтому, у нас сейчас, конечно, проблема. Вы правы, проблема с институтом брака. Беларусь, в этом смысле, как бы... тут тоже проблема. Ну, она везде, но, все-таки, насколько, по моему ощущению, вот, ну, как-то более в этом смысле традиционалистский такой подход, вот, знаете, но он тоже будет поддаваться коррозии, потому что мы в целом входим в другое время. Вот. Время, когда джинн сексуальности выпущен из из брака, из сосуда под названием брак, вот, а дальше мы все приматы и, в общем, мозги, в общем, ведут себя у всех, как попало. Значит, плюс, понимаете, было четко описано ролевое поведение. Оно может нравиться, может не нравиться, мне не нравится, вот, как оно было описано раньше. Вот. Но были правила, по которым все играли. Знаете, когда есть правила, по которым надо играть, всегда как-то плюс-минус вы куда-то вырулите. Когда эти правила такие, что один играют в шахматы, а в другие в городки, понимаете, ну, как бы, ну, сложно добиться успеха. А новой модели никто не придумал. Вот. Я все время говорю, поймите, почему люди смотрят Дом-2. Вот. Потому что это реально, это, это, он в книгу рекордов Гиннесса занесет. Потому что в стране, в которой вообще непонятно, как взаимодействовать мужчинам и женщинам, каждый божий день показывают, как это надо делать. Ну, а людям надо знать, как играть в эти игры. Вот. Как играть в... Вот, раньше были, когда дочки-матери играли. Все было понятно, значит, девчонки собрались на дочки-матери. Я помню, значит, мне говорят, ты будешь папой, я говорю, хорошо. Я тут захожу туда, у них там какой-то шалаш они построили, они говорят, ну, все, иди на работу. Я вышел и сижу, такой, думаю, работаю. Вот. По крайней мере, была понятна модель. Они остались дома, там, что-то кашеварят, там, ребенка воспитывают. Я работаю. Ну, как могу, так и работаю. Вот. Значит, ну, то есть, были с самого раннего детства вложены в нас модели. Сейчас моделей правильного поведения отношений между партнерами их нет. И, а поскольку люди вообще, когда живут вместе, они начинают друг друга слегаться, ненавидеть, ну, вот, ну, это естественно, это такой биологический механизм. И у них, с одной стороны, нету понимания, что они не специальны, а с другой стороны, нету понимания, как в это все еще играть, для того, чтобы это куда-то коллутеризировалось, это переключалось, эта агрессия. Вот. Ну, вот это проблема. И что будет с этим происходить, дальше я не знаю. Последний вопрос. Скажите, видели ли вы в Беларуси носорога? Пока нет, вроде бы. Можете предположить, что он здесь есть? Я уверен, что здесь не может обойтись без носорога. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, я слушал внимательно, он на четверть беларусь, поэтому... Лучше. Да, на лучше. Поэтому, собственно говоря, сувениры, они будут такие, тематические. Литературный шоколад наши классики Андрей тоже творил, поэтому это вам и это сладко. Минск это на память. А еще вот такая книга. Головный проспект Минска, это проспект независимый, что у нас две улицы, минчане. Андрей, для вас это будет познаватель, она интересная, она хорошо исполнена, поэтому это вам. Спасибо большое. И я от лица всех собравшихся, от лица почитателей вашего творчества, от сотрудников нашего предприятия, от работников магазина «Сведоч», которые с утра находились в таком возбужденном состоянии немножко. Я надеюсь, что я немножко успокоился. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое.